мешает. Сегодня Управление внутренних дел по Рязанской области может гордиться не только хорошей раскрываемостью преступлений, но и творческим потенциалом своих сотрудников. Талант – это хорошо развитые способности или дар Божий? Рассматривая картины Андрея Миронова, так и хочется воскликнуть. Это бесспорно талант, данный живописцу свыше. А то, что у Андрея нет специального художественного образования, еще большее тому подтверждение. Его картины удивляют, их хочется рассматривать часами. От такой живописи мы уже отвыкли. Самое главное в искусстве – это красота. Красота является присутствием Бога на земле. Я не знаю ничего более красивого, чем христианская мысль. Поэтому я сейчас к ней обращаюсь, но доступны мне средствами. В данном случае живописи. Рисовать Андрей начал с самого раннего детства. Но там, где он жил, учиться этому было негде. Приехав в Рязань, пробовал поступить в художественное училище, но неудачно. Закончил профессионально-техническое с дипломом исполнителя оформительских работ. Потом армия, служба в органах внутренних дел. И на долгие годы творчество отошло на второй план. Прошло почти 10 лет, как вдруг пришло озарение. Пишет свои картины Андрей Миронов в забытой, да и немодной сегодня манере академической живописи. Его любимые художники Караваджо, Рубинс – представители реализма, мастера света и формы. Особенно увлекают самобытного живописца библейские сюжеты, к которым обращались мастера всех времен. Я обычно пишу чаще всего Христа, но в данном случае я написал, картина называется «Евангелист Матфей и ангел». Причем обычно Матфея изображают, создающим свой труд, ангел часто ему диктует, а здесь я написал как раз окончание труда, когда труд окончен, а ангел тушит свечу. Богу я считаю, да и не только я считаю, вообще это, по-моему, святоотеческая мысль, ведь ведет только одна дорога, это путь покаяния и смирения. Но есть масса тропинок, которые способны вывести на этот путь. И вот занятие живописью, прообщение к прекрасному, я думаю, одна из таких тропинок. Работы Андрея уже получают признание. В прошлом году он стал победителем международного конкурса живописи «Век русского искусства», который проходил в Москве. Но как верующий человек он считает, что это не его заслуга. Отдается работа, начинаешь расти на собой. Разве что, что в воздух не поднимаешься, а так, в принципе, освещение уже не нужно, светишься. Вот хорошее от этого лекарства понимать, что твоего вести ничего нету, твое только то, что ты отдал, то, что ты имеешь, это все кредиты. Можно много говорить и спорить о живописи Андрея Милова. Что-то в ней не устраивает профессиональных художников. Быть может, поэтому его работы неохотно берут на выставки, считая манеру исполнения устаревшей. Много спорного в них и для верующего человека. Уж слишком явно в ликах спасителя, ангелов и святых проступают лица коллег автора, сотрудников УВД. Но главное, что у него не отнять искренности в творчестве, веры в то, что это его предназначение. Можно долго учиться и стать профессионалом, но так ничем не поделиться с людьми. А можно быть просто творцом по наитию, чтобы данный тебе Богом талант дарить по крупице людям.